Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал гиетолога Скачко. Лимоны в пищу используют часто. Возможно, и вы любите лимоны. А знали ли вы, что при определенной комбинации лимонов и продуктов питания, напитков, вы можете получить несколько больше, а именно лечебный эффект? И можно улучшить состояние печени, почек, сердца, сосудов, суставов, других органов, укрепить иммунитет, ведь лимоны кладезь полезных веществ. Но только в том случае, если вы знаете, как правильно выбрать и подготовить лимоны к этому процессу. Иначе в попытке очистить желчный пузырь от камней, можно начать лечение жирового гипотоза, а там уже и до цирроза печени рукой подать. В попытке очистить почки от камней, либо от солевого диатеза, можно довести до почечной недостаточности. И необходимости пересадить новую, бывшую в употреблении почку. Стоимостью 150 тысяч долларов. В попытке улучшить состояние сосудов, можно жестко разрушить атеросклеротическую бляшку. И как результат инфаркт, либо инсульт. В попытке улучшить работу сердца, можно загнать сердце до острой сердечной недостаточности. Либо обострение хронической. Ну и с суставами тоже, как вы понимаете, могут быть серьезные проблемы. Но! Вам крупно повезло! Раз вы смотрите это видео, эту информацию вы получите. Как подготовить лимоны правильно, чтобы лечение лимонами приносило вам только пользу, а вред был минимальным. И первый полезный совет диетолога в этом видео. Не постесняйтесь! Нажмите на кнопку поделиться под этим видео. Возможно, кто-то из ваших друзей, знакомых, родственников, именно сейчас пытается совершить стратегически опасную ошибку. И, возможно, неправильно готовит лимоны. Вы ему можете помочь с моей помощью. А второй полезный совет диетологам из этого видео. Ну, я вам расскажу сейчас, как выбрать самые свежие лимоны. У меня лимоны уже не очень свежие. Они полежали некоторое время. По той простой причине, что тут нет зеленых отметин. Лимоны всегда собирают зелеными. И они едут к вам. Постепенно превращаясь в желтый, привычный вам по цвету цитрус. Как только лимон потерял все зеленые пятнышки, он уже не первой свежести. Он уже, скажем так, второй свежести. Но я просто долго думал, как правильно и лучше написать это видео. И много тренировался. Поэтому выбирайте всегда лимоны с зелеными отметинами. Они самые свежие. Далее. Третий полезный совет диетолога из этого видео. Говорят, мойте руки перед едой. Я советую, мойте лимоны перед едой. Обязательно под проточной водой с мылом. Можно щеточкой потереть. Ну, конечно, если вы контролировали всю историю лимона от произрастания до вашей кухни. Можете этого не делать. А если лимон и мох выбирать кто угодно, а руки он при этом мох не помыть, то здесь могут находиться возбудители любых инфекций, глистники, паразитарных инвазий. Даже несмотря на то, что лимон сам по себе хорошо защищен. Он редко болеет, потому что те ароматические вещества, которые находятся на его поверхности, когда вы нюхаете лимон, вы ощущаете этот аромат. Они его хорошо, надежно защищают. Но! Защищают от многого, но не от всего. Поэтому совет диетолога. Мойте лимоны перед едой. Но! Это, я сказал бы, самая малая шалость, и малый сюрприз, который могут преподнести лимон и вам. Далее еще один совет диетолога. Следующий слой тоже нужно правильно удалить. А именно, для того, чтобы продлить срок хранения лимонов, часто их обрабатывают воском. Находясь на поверхности, воск предупреждает высыхание. Лимон может храниться дольше. Но! Если вы любите пить чай с лимоном, используете лимон в таком виде, либо добавляете такой лимон в кофе, то есть с кожицей, то горячая вода прекрасно растворит воск. Он прекрасно попадет в пищеварительную систему. Желчь найдет воск и занесет в печень. Где он останется надолго. И у вас всегда, если вы используете лимоны вот в таком виде, с кожицей, неважно в каком рецепте, это чай будет, это кофе будет, вы каким-то образом другим приготовите лимоны, у вас риск есть всегда. Поэтому полезный совет диетолога. Замочите лимон в теплой воде на 15-20-30 минут. Вы не потеряете много полезных веществ, а вот избавите свою печень от необходимости потом начинать для нее лечение жирового гепатоза с циррозом печени на выходе. А что было в источнике? А вы просто не знали, как подготовить лимоны. Правильно. Это еще не самая большая опасность, которая подстерегает вас на пути к здоровью, используя лимоны. Часто употребляют кожицу лимонов в еду. Не важно, она у вас находилась в чае, в кофе, или вы любите их кушать. Просто в таком виде или где-то в рецепте. Вы знаете, что используют не сок лимона, а используют лимон с цедрой. Я бы советовал вам обратить внимание на ваших более старших родственников, либо на тот спектр болезней, который у вас есть. И если у ваших родственников проблемы с почками, есть пилонефрит, есть почная недостаточность, то возможно ваши почки тоже не отличаются хорошей силой. И цедра лимона может, раздражая ваши почки, привести к тому, что и пилонефрит будет, и почечная недостаточность в перспективе. Возможно, у ваших родственников кровных, более старших, есть заболевания суставов. Обмены дистрофические. В этом случае тоже я не советовал бы вам использовать цедру лимона в пищу. Вы нарушите работу почек, а чаще всего с нарушенной работой почек и связана патология суставов. Просто несколько иные функции почек нарушаются, но ароматические вещества с цедрой лимона нарушают работу в принципе почек. И какие последствия могут быть, вы можете себе легко предположить, погуглите, чем заканчивается нарушение работы почек. А заканчивается почной недостаточностью и гемодиализом 3 раза в неделю, либо расходами на пересадку, новой для вас, но бывшей в употреблении почки. Поэтому так я бы вам не советовал делать. А также, если у вас есть подозрение на атеросклероз в сосудах, то цедра лимона в пищу тоже не должна идти. Она достаточно агрессивно влияет на стенки сосудов кровеносных и может разрушить атеросклеротическую бляшку. И в таком случае инфаркт либо инсульт может легко произойти, если вы не знаете реальное состояние своих сосудов. На! Диетолог Скачко вас предупредил. Теперь вы будете знать. Не уверен, не обгоняй. Если вы не знаете реальное состояние сосудов, а возраст у вас у мужчины старше 25 лет, женщина старше 35 лет, то с этого возраста по статистике, по исследованиям, которые проводила современная медицина, уже могут явления атеросклероза в сосудах быть. И опасность лимона для вашей здоровья и вашей жизни тоже появляется. Поэтому тут нужно быть аккуратным. Очень аккуратным. И использовать лимоны правильно. Далее. Что еще вы можете получить от лимонов? Безусловно, одна из самых больших ценностей – это лимонный сок. Он находится в середине. И, казалось бы, здесь никаких сюрпризов нет. Есть мнение, что лимоны прекрасно ощелачивают кровь. И чем больше лимонного сока вы употребляете, тем лучше будет вашему организму, легче будет работать сердцу. Напомню вам простую физиологическую истину. В малом количестве, иными словами, пол лимона на один раз. И, ну, скажем, 2-3 порции максимум в день. Если вы их разбросали на протяжении дня. В этом случае органические кислоты, которые есть в лимонах, попадают в кровь, попадают в печень. Усиливается метаболизм в печени. И вы получаете плюс. Иными словами, обменные процессы ускоряются. Печень работает лучше. Лучше обеспечивает все органы и ткани полезными веществами. Более того, это единственный орган, хорошая работа которого приводит к естественному снижению вязкости крови. Стоит вам использовать лимоны большим количеством, как однократно, так и на протяжении дня. Ваша печень может не справиться с потоком кислот, который дает ей лимон. Они оказываются в крови. И будут, естественно, удаляться из организма через почки. Ощелачивание крови может и произойти. Но окисление почек приводит к тому, что у вас может обостриться мочекаменная болезнь, солевой диатез, пилонефрит, цистопиелит. А на перспективу почечная недостаточность. Поэтому в лечении лимонами количественно нужно тоже включать здравый смысл и думать. Есть, конечно, один эксперт, который можете набрать лечение лимонами и неумывакин. Вы найдете книжку, на пятой или шестой странице которой расписана табличка. Если вы дойдете, постепенно увеличивая количество лимонов до 25 суток. Бесконечное здоровье и любые проблемы к вам цепляться не будут. Вы будете хронически здоровы. Я думаю, что в пути к этой цифре многие могут просто убить почки. И действительно, их уже другие болезни волновать не будут. По причине того, что здоровье закончилось. В пути к цели. Вот часто вот такие мифические приманки вы получаете и теряете здоровье и жизнь. С лимонами. Я думаю, что я сколько своим клиентам, пациентам не приводил этот пример. Еще никто мне не сказал, что реально попытаюсь его исполнить. Правда, одна девушка, студентка мединститута, когда я там преподавал, попыталась это исполнить. На трех или на четырех лимонах она оказалась в реанимации. Потому что утром проснулась, а нарушена была работа почек. Были утренние почечные отеки. Она практически не видела себя в зеркале. Почки, слава богу, не были убиты полностью. Они восстановились. Но думаю, что память останется в этом организме на всю жизнь. Потому что почки не восстанавливаются. Нефроны не восстанавливаются. Воспалительные изменения можно уменьшить. Но уже без помощи лимонов. А как я вам советую использовать лимоны правильно? Берете стакан очищенной воды. Порция на один раз. Берете вилку. И легко и просто, даже ребенок это может сделать, выжимаете с помощью вилки лимонный сок. Как использовать этот сок правильно? Самый простой рецепт, который советует восточная медицина, аюрведа. Нужно использовать лимонный сок, как оператив, перед едой. Но, в случае, если у вас повышена секреция желудочного сока, часто обостряется хастрит, гастродудонит, язвенная болезнь, казалось бы, лимонный сок вам перед едой противопоказан. Только в том случае, если вы не знаете, как правильно этот энергетический коктейль употреблять в этих случаях. Вам нужен еще один полезный совет диетолога. И используйте правильно соду пищевую. На кончике ложки, небольшое количество, бросили. Видите? Сок помутнел. Пошло газообразование, иными словами нейтрализация кислот пищевой содой состоялась. И в этом случае можно использовать лимонный сок, тем, у кого повышена секреция желудочного сока. Все остальные могут использовать как аперитив перед едой. Если у вас, вы чувствуете, что вяло идет переварение пищи, и она почему-то задерживается в желудке, используйте во время еды. Можно использовать после еды, между приемом пищи. Но еще один полезный совет диетолога. Если вы не нейтрализовали пищевой содой кислоты, лимонная кислота, которая присутствует в значительном количестве в лимонном соке, очень любит кальций. Если вы пьете не через соломинку, вы будете терять кальций из зубов. Вы из организма не потеряете. Лимонно-кислый кальций растворим в воде. Он прекрасно, потерявшись, оказавшись в желудке, в кишечнике, всасывается в кровь, попадает в организм. А дальше ваш гипоталамус будет распределять в те места, где ему выгоднее распределить. Не весь кальций вернется в зубы, он распределится по вашему организму. Иными словами, вы можете добавить в работу стоматолога, если неправильно употребляете лимоны в пищу. А правильное употребление, я вам сказал, лимонный сок содержит еще один не самый простой ингредиент. Он сюда у меня попали. Вот они. Это семена. Часть экспертов советуют, ешьте семена лимонов. Они содержат множество полезных веществ. Когда вы их раскусите, разживете, вы почувствуете ту же пряность, ту же остроту. Из-за которой никто, кроме людей, семена лимонов не употребляет пищу. Поэтому я бы советовал вам вот эту вот опасность для вашего организма, для вашего здоровья. Тоже исключите своего рациона, пейте чистый лимонный сок перед едой. И в этом случае вы получите больше пользы. Также хотел бы в этом видео предупредить тех, кто любит чай китайский, либо кофе аравийский с лимоном. Очень это интересное сочетание. Многие любят этот вкус, но нужно учитывать кофейные тесты или кофеиновые тесты. Часть из которых я опубликовал книги почти все о кофе. Часть книги кофе, рейджа, алоэ, вера и ваше здоровье. Тут 68 кофейных тестов, тут несколько меньше. Ориентируясь на которые, тесты показывают ваш индивидуальный уровень здоровья и позволительно вам употреблять кофе, либо чай с лимоном, либо нет. Если гипертоники не употребляют такую комбинацию, то гипотоники очень часто этим зло употребляют и наигрывают в явлениях хронической сердечной недостаточности. А женщины могут пострадать от острой сосудистой недостаточности. Поэтому так я бы вам не советовал делать. Хотите больше знать про кофеиновые тесты? Можете легко заказать либо эту книгу, либо эту. Тут говорится, выбор ваш. На! Я вас предупредил. А что делать, если вы все-таки хотите выпить чай с лимоном? Или кофе с лимоном? Совет диетолога не изменился. Добавьте пищевую соду. Нейтрализуйте кислоты, которые находятся в этих напитках. И самое главное, сделайте нерастворимым кофеин. В чае. И кофе, и теобрамин, и теофилин в чае. Эти алкалоиды в щелочных условиях попадают в осадок. И когда при остывании напитка до той температуры, когда вы можете уже пить, верхних две трети вы пьете, а кофеин, и теобрамин, и теофилин находятся внизу. В зависимости от напитка. И не могут навредить вашему здоровью. Иначе жесткое раздражение сердечно-сосудистой системы и легко умереть от инфаркта, инсульта даже здоровому человеку. Просто нужно учитывать индивидуальное состояние здесь и сейчас. А есть ли у вас темные крюки под глазами? Или отсутствуют? А теплые у вас руки? Или холодные? Теплые у вас кисти? Либо холодные? Другие особенности нужно знать, чтобы правильно использовать лимоны для вашего здоровья и активного долголетия. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов Словань. Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения. Если вы еще не поделились, нажмите на кнопку поделиться. Поделитесь со своими друзьями. Возможно, напомню вам, они не знают, как лимоны использовать правильно в пищу, в разных напитках, блюдах, чтобы здоровье было лучше. А риск для жизни минимальный. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте набирать кулинарный канал Диетолога Скачко. Там много полезной информации, как правильно использовать разные блюда, напитки для вашего здоровья. Но сегодня вы уже больше знаете информации, как же правильно использовать лимоны, чтобы этот прекрасный цитрус приносил вам только положительные эмоции, приносил вам здоровье, а вы не рисковали при этом своей жизнью. В вашем перечне здоровых продуктов питания появился лимон. На моем канале вы можете найти и другие продукты питания, при правильном приготовлении и использовании которых вы также не рискуете своим здоровьем и своей жизнью. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. А в одном из следующих видео я расскажу чуть больше, как комбинировать лимоны с разными другими ингредиентами, чтобы получать положительные результаты для работы вашей печени, почек, суставов, сердечно-сосудистой системы, иммунной системы и других важных составляющих вашего организма. До новых встреч!